Сегодня в России чествуют артистов, музыкантов, певцов, сотрудников музеев, библиотек, школ искусств, домов культуры, которые искренне любят свою работу. Всегда наполнены творчеством и энергией и делятся ею с окружающими. Сегодня в день работника культуры. Пять национальных театров республики получили новые микроавтобусы и встретились с главой Крачево-Черкесии Рашидом Тимрезовым. Альбина Ламкова продолжит тему. Работникам культуры в их профессиональный праздник вручили ключи от семи микроавтобусов. Впредь у артистов национального театра жизнь станет комфортнее. Транспортные средства были получены в рамках проекта «Театры малых городов Карачаева-Черкесии». Событие для артистов не просто радостное, но и значимое. Теперь на новых «Газелях Некст» можно будет выезжать почаще и радовать зрителей. В микроавтобусе 20 пассажирских мест. И созданы комфортные условия как для артистов, так и для водителя. Проехали километров 40. Хорошо себя ведет на дороге, по трассе. Удобная машина в эксплуатации. Русскому и Карачаевскому театрам будут переданы два транспортных средства, так как в этих трупах больше всего актеров. Лет 20 не получали транспорт в наши театры. Но сегодня в день праздника, сегодня день работников культуры Российской Федерации. И в преддверии Международного дня театра, который послезавтра. Несмотря на то, что в нашей стране немало профессиональных праздников, связанных с культурой и искусством, все же день работников культуры объединяет всех, кто трудится в непростой сфере, но творческой и очень нужной людям. И каждый из работников, будь то артист, музыкант, певец или танцор, хранит культуру и традиции нашей многонациональной страны. В честь праздника глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов встретился с руководителями пяти национальных театров республики. Руководитель региона вручил документы на автомобили, которые были так необходимы театралам. При поддержке политической партии «Единая Россия» и при том проекте партии, который вошел в государственную программу, национальный проект, это проект театра малых городов и большой партийный проект «Культура малой Родины». Благодаря поддержке партии и по этому проекту сегодня в республику переданы 7 20-ти местных микроавтобусов. Такая степень проникновения культуры в каждой из муниципальных районов республики существенно возрастет, в том числе и чтобы у ваших творческих коллективов была возможность меня сегодня познакомить не только жителей нашей столицы, городов, но и всех наших населенных пунктов с вашим творчеством. Затем Рашид Тимризов обсудил с руководителями национальных театров актуальные вопросы и перспективы развития театрального искусства в республике. Также он добавил, что есть еще нерешенные проблемы. Основным вопросом, который нас всех беспокоит, это здание драматического театра. Но при активной работе правительства нашей республики уже есть решение и договоренность о выделении средств на проектно-смертную документацию. Рашид Тимризов отметил, что государственная и федеральная поддержка будет только расти. И молодые специалисты будут поощряться для того, чтобы у работников культуры было желание работать в республике. Затем министр культуры рассказал о новшествах театральной жизни. Жизнь театра – это новый продукт. И очень важно видеть, что он сразу был востребован и на гастроли. Потому что начиная с декабря прошлого года и по настоящее время наши театры проводят гастрольную деятельность, приуроченную к столетию республики, которую мы в 2022 году празднули. Поэтому это, наверное, главная заслуга наших руководителей, что, несмотря на пандемию, продолжают театры работать. Поинтересовался глава региона и тем, какой средний возраст актеров и где работает труппа каждого из национальных театров, пока закрыт драматический театр. Затем было отмечено, что во всех районах построены и реконструированы дома культуры. Их всего 35. Но тут же Рашид Тимризов добавил, что есть информация о том, что некоторые из них пустуют. И задача на сегодня, чтобы в каждом из храмов искусств велась работа с творческими коллективами и развивалась культурная жизнь. Сельские жители не так избалованы театральным искусством, поэтому для них это целое событие. Возможности сегодня у нас такие, в принципе, есть. Поэтому еще раз вас всех хочу поблагодарить, пожелать вам творческих, профессиональных успехов, ну и, конечно же, крепкого здоровья вам, вашим родным, близким. Альбина Ламкова, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Альбина Ламкова, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия.